У нас в Центральном банке, как не раз это заявлялось, в Финцерте уже больше года работает фитн-антифрод. То есть сначала он работал в виде прототипа, а с декабря прошлого года мы его официально приняли в промышленную эксплуатацию. Но при этом статистика, данные, которые там есть, они достаточно объемные, достаточно много информации там накопилось. Я прошу тебя, Евгения, рассказать о том, какая там есть информация, что мы с этим делаем, соответственно, и что планируем делать. Давайте попробуем сначала вспомнить в принципе, что такое система фит-антифрод. С появлением 167 ФЗ, это редакция 161 закона, у нас появилась система, которая позволяет обмениваться информацией от участников конкретно кредитных организаций, в данном случае, операциями без согласия клиента, то бишь фрод. На этом форуме у нас много раз освещалась тема фрода и предыдущие секции, на которых вы присутствовали, видели, слышали, поднимались вопросы разного характера, в том числе о том, что делать с социальной инженерией, что делать с мошенничеством в целом. На наш взгляд, система фит-антифрод – это одна из тех систем и тех мер, которые принимает Банк России для того, чтобы бороться с этой историей. Система фит-антифрод позволяет, когда операция происходит без согласия клиента, репортить эту операцию в нашу систему, создавая тем самым так называемый реквест. Как только этот репортинг был совершен, мы эту информацию получаем, как Банк России, подразделение финсерд, и после этого задача системы фит-антифрод маршрутизировать данную операцию в банк получателя, то бишь обеспечивая взаимодействие между организациями. В свою очередь мы, получая информацию по данной операции, в первую очередь нацелены на то, чтобы сформировать из нее фиды. Фид – это так называемая сущность, по сути это реквизит конкретного получателя. У нас в системе их предусмотрено 7 штук. Это номера счетов, карт, телефонов, снилс, хэш, хэш-паспорта и НН. Это непосредственно та информация, которую мы обрабатываем и которую мы потом рассылаем в рамках текущих нормативных документов непосредственно в банки. Исходя из этого, банки обязаны применять эту информацию непосредственно уже у себя в системах фрод-мониторинга. Как правило, эта информация применяется непосредственно в стоп-листах. То есть это, скажем так, это не совсем prevention, конечно, но это в первую очередь на предотвращение повторного использования реквизита данного клиента, скажем так, потенциального дропа. По нашей статистике у нас накопилось уже более 1 миллиона операций без согласия клиентов, которые нам зарепортили в систему, с учетом того, что система функционирует в принципе более полутора лет уже на текущий момент времени. И фидов было сформировано около 30 тысяч штук. Основные фиды, которые у нас сейчас есть из тех семи реквизитов, которые я назвал, это в первую очередь номера счетов и номера карт. Номера карт – это, собственно, основное, что у нас сейчас есть в системе. В будущем, когда мы направляем вам эту информацию как банкам-участникам, мы хотим получить от вас в том числе более качественную обратную связь и предоставлять вам более качественные фиды. Что под этим имеется в виду? На текущий момент времени фиды формируются не просто, скажем так, один в один. Есть некие правила-алгоритмы, которые формируют фид из тех данных, которые поступили в систему. В связи с этим те правила, которые мы используем в формировании фида, они требуют вам постоянного совершенствования. Потому что алгоритмы, которые мы применяем, они, как и любой вид мошенничества, который у нас сейчас есть в системе, он тоже должен требовать определенного изменения и постоянного обновления. Исходя из тех операций, которые нам поступают в систему, как я уже назвал, цифра более миллиона операций на текущий момент времени, у нас маршрутизируется 20%. Мы для себя ставим целью маршрутизацию более полную, более всеобъемлющую. Потому что по текущим нормам к нам должны репортить все операции без согласия. Это могут быть и операции, в том числе оплата комиссии о спаривании, если клиент с ней не согласен. Это может быть оплата ЖКХ, штрафа, любая фишка, в принципе, которая бывает. И наша задача обеспечить маршрутизацию в том числе и ритейловых операций. Это сейчас в системе составляет, данный объем составляет более 80%. Это то, что мы называем иное, как идентификатор совершения операции. Вы, как участники информационного обмена, в первую очередь для себя заметите, по мере улучшения качества маршрутизации и увеличения объема, это увеличение объема поступающих как реквестов, запросов, так и, собственно, самих фидов. Потому что самое главное – это формирование фида и корректное его направление, которое вы сможете использовать уже непосредственно у себя в системах. Я думаю, что на этом моя первая вводная будет закончена. Попробуем в качестве вопросов продолжить далее. Спасибо, Евгений. И вот уже есть первый вопрос, Евгений. Есть ли площадка для банков по обучению сотрудников работе с ВитАнтифрод? В данном случае мы взаимодействуем со всеми организациями непосредственно через прямое общение. Плюс у нас есть экспертный совет, который проходит раз в несколько месяцев, куда сформирована фокус-группа из более чем 30 кредитных организаций. В случае, если вы хотите подключиться к этой группе, то можете нам об этом сообщить через наш официальный портал или через ящик FinCert. Мы вас с удовольствием пригласим. Я дополню немного Евгения. На самом деле есть такая потребность. Мы со своей стороны готовы организовать либо какой-то курс, либо собраться в пресс-центре, либо еще где-то. Соответственно, показать, обучить, вместе с вами протыкать полностью заполнение с вашей стороны, с нашей стороны, посмотрите, как это обрабатывается. Если будет пожелание такое, если будет больше одной кредитной организации, то с удовольствием. У нас, кстати, дополню тоже, как раз в пресс-центре и проходят подобные встречи, где мы обсуждаем все нюансы как развития системы ФитАнтифрод, так и непосредственно работы с ней на текущем этапе ее функционирования. Вот и еще один вопрос тебе, Евгений. Что будете делать для предотвращения ложной записи в базах фидов? Там для примера привели МТС, Яндекс, Мегафон, Билайн и тому подобное. В первую очередь здесь, на самом деле, движу два инструмента. В первую очередь контроль полей, потому что на текущем этапе контроль настроен на всех полях, и развитие системы контролей, и необходимости заполнения, и обязательности заполнения тех или иных полей с нашей стороны требуют дополнительного совершенствования. И второе – это некие белые списки, потому что, как я уже сказал, операции без согласия, может быть совершенно любая операция, в том числе покупка в Ашане. Не очень бы хотелось, чтобы в фид попала какая-нибудь добросовестная организация, которая потом будет распространена. То есть два инструмента. Первое – это контроли. Второе – это аналитика, скажем так, алгоритма, прошу прощения, алгоритма формирования конкретного фида, чтобы вот такие ситуации не было допущено в будущем. Это наша основная цель на развитии этой системы. Давайте теперь послушаем Дмитрия. Дмитрий – человек, который занимается внедрением у нас в Финцерте, Ассои Финцерте, фитн-антифрода. Дмитрий, ответь, когда же наконец появится АПИ? Добрый день, коллеги. Название достаточно так пафосно звучит, поэтому я надеюсь, к середине презентации мы раскроем эту тему. А пока я хотел бы пару общих слов сказать, что такое Ассои Финцерт. Ассои Финцерт – это автоматизированная система в работе инцидентов, которая поступает в Финцерт. В настоящий момент системой работает более 800 участников. Большая часть – это подназорная банковая организация. Тем не менее, больше 70 организаций – это организации, которые подключились на добровольной основе. При этом следует обратить внимание, что больше половины составляют организации, в которых участвуют два слова – это кредитная организация. То есть это банки и не банковские кредитные организации. Данные, постоянно количество участников варьируется, подключаются новые участники, часть бывает по естественным причинам. Данные где-то на конец прошлого года, на декабрь, что получилось красивое число. То есть это потенциально те участники, которые заинтересованы в интенсивном и очень быстром обмене информации. И в принципе, ассои Финцерт это позволяет сделать. В настоящий момент эксплуатируется в первую очередь система. То есть это базовый функционал, фактически функционал личных кабинетов. После выпуска 167-го федерального закона был создан прототип, о чем мы уже сказали, прототип системы фид-антифрод. И в принципе в течение прошлого года проводилось активное мероприятие по вводу в действие уже полноценной системы фид-антифрод. Это потребовало коренной доработки, равновесопечения, собственно, мы уже рассматривали ассои Финцерт как платформу. Дело в том, что потребовался новый функционал, который бы именно обеспечивал обработку сообщений, поступление информации по операциям без согласия клиентов от банков, обработку в автоматизированной системе Финцерт и дальше направление запроса в банк и получение ответа. То есть здесь можно сказать уже одно, наверное, хорошее слово в адрес нашей системы, потому что хотя изначально в принципе система не предполагала, что появится вот такой прототип фид-антифрод, тем не менее на платформе ассои Финцерт в первую очередь удалось развернуть с минимальными, в принципе, скажем так, потерями и затратами дополнительную систему. В настоящий момент проводятся подготовительные работы по запуску второй очереди системы Ассои Финцерт. То есть это будет обеспечено автоматическое взаимодействие с ГАССОПКОЙ, будет использована электронная цифровая подпись при взаимодействии с участниками, будут расширены функции личного кабинета участника. Ну и самое важное, то, что в принципе перекликается уже с тем, что я сказал, что появляются новые возможности по работе через API. То есть изначально, поскольку вот именно то, что я говорил, акцент делается на скорости обработки информации, то API, Application Programming Interface, был заточен именно под создание системы фид-антифрод. В дальнейшем мы хотим расширить этот функционал, функционал работы через API, чтобы можно было взаимодействовать с системой на машинном уровне. То есть взаимодействие машины-машина, система-система. То есть это снизит, в первую очередь, для, скажем так, банков, участников информационного обмена, затраты по ручной обработке информации, подготовке и направлению. Я бы, наверное, хотел акцентироваться на технических моментах, связанных с использованием API. Потому что к нам периодически поступают обращения по поводу API. То есть примерно больше половины, 60% запросов идет через API, но еще не все организации, не все банки, собственно говоря, подключились через API и используют эти возможности. В принципе, обмен через API и обмен через личный кабинет, он идентичен. То есть обмен информацией происходит в формате JSON. Это машиночитаемые файлы, но, тем не менее, они вполне подходят и для анализа обычным человеком. То есть там структурированы данные в текстовом виде. И, в принципе, даже просто человеку можно быстро найти нужную информацию. То есть дополнительно эти данные можно загрузить в систему и обработать автоматическим образом. В принципе, при загрузке JSON в систему он отображается в личном кабинете участника и можно посмотреть, какие там заполнены поля. То есть это функционал дублирующий. Справа я для справки привел пример двух программных продуктов. Это свободно распространяемое программное распечение Visual Studio Code и Notepad++. То есть удобно не тем, что, особенно Visual Studio Code, он позволяет отформатировать текст. Потому что когда система выдает информацию, в принципе, нет необходимости ее форматировать, табуляцию расставлять, пробелы дополнительные ставить. Человеку, понятно, читать это неудобно. Фактически это единая строчка получается длинная. С помощью вот этих прородных продуктов, редакторов текстовых, можно отредактировать, собственно говоря, человеку прочитать, что же там, какие данные находятся. Самый, наверное, первый шаг – это зайти на портал fincert.ciber.ru. То есть это портал ASOE Fincert. На этом ресурсе мы стараемся выкладывать всю информацию по системе. Наверное, на слайде не очень хорошо видно, но вот справа есть раздел «Документация», и там находится вся информация по подключению к ASOE Fincert, сертификаты выложены, порядок подключения к тестовым ресурсам, собственно говоря, порядок подключения к промышленной системе. Собственно говоря, описание программного интерфейса. По шагам, если это тоже расписано, если так коротко сказать, то необходимо подключиться к тестовым ресурсам, завести учетную запись. При работе с тестовыми ресурсами мы максимально лояльно относимся к пользователям, и поэтому по АПИ может работать любой участник, который может войти в систему. Это у нас называется либо тестовый ресурс, либо зона опытной эксплуатации. В принципе, наверное, если здесь есть представители банков, которые уже работают с тестовыми ресурсами, можно добавить, что эти ресурсы используются сейчас совместно и финцертом, и внешними участниками. То есть мы на следующих этапах развития системы уже предусматриваем дальнейшее расширение, создание отдельной среды, которая бы позволила, собственно говоря, проводить отработку взаимодействия. То есть это будет копия прода, то есть полнофункциональная копия промышленной среды, но с тестовыми данными, чтобы участники могли проверить взаимодействие, не отправляя реальные данные в нашу систему. На текущий момент эта система получается в разделенном пользовании, и периодически, сейчас просто переходит на новую версию программного испечения, и периодически там проводится работа, система недоступна. Я просто предупреждаю, что есть такая ситуация. Тем не менее, после того, как участники получают учетную запись, они могут начать тестировать. В принципе, с чего надо начать? Самый первый шаг это, опять же, как рекомендация, сабонно распространяемое ПО Postman, через него можно задавать команды. В REST API это выглядит фактически как в броузере мы набиваем URL-адрес, и в текстовом поле форматировано передаем данные, и отправляем, вот в данном случае нажимаем кнопочку send. После того, как данные отправляются, получается токен на авторизации, и дальше этот токен надо использовать при всех последующих запросах. Далее, для того, чтобы убедиться, что участники будут направлять актуальную информацию, и они изучили возможности API, предусмотрен чек-лист. То есть он тоже выложен в разделе документация. Опять-таки, мы максимально лояльны к участникам, к банкам. То есть если к нам обращаются и говорят, что мы не хотим использовать весь функционал, то мы говорим, что отлично, пометьте то, что вы хотите использовать, а другие возможности, собственно говоря, тогда вы не будете использовать. Здесь, наверное, как раз два момента, на которые можно остановиться. То есть работники FinCert по отношению к ASOE являются фактически такими же пользователями. И здесь я скачал описание API, которое у нас выложено на портале, и попытался перечислить основные функции, которые присутствуют. И, собственно говоря, сам как пользователь, могу видеть, что мне, честно говоря, нравится, как система построена. То есть есть определенные нарекания и со стороны участников, и с нашей стороны по юзабилити, по тому, как организован личный кабинет. Тем не менее, как бы разработчики этим нашим устремлением внемлют и обещают, собственно, исправлять систему, развивать ее. Но вот как организовано само ядро, мне кажется, достаточно грамотно, и система действительно перспективна и достойна того, чтобы развиваться дальше. Пометил специально таким значком Source ID. Это что каждый объект в системе, будь то даже операция, либо какая-то электронная форма инцидента, помещается. Как правило, это поле имеет название Source ID. Это очень большое случайное число, которое может генериться с помощью обычных вызовов операционной системы. То есть это стандартная функция. И с помощью этих больших случайных чисел идентифицируются объекты. Просто у некоторых участников возникали вопросы, почему система не принимает инцидент, который мы направляем в Ассои. То есть в этом случае, потому что они считали, что они проиндексировали какой-то объект и дальше, допустим, Source ID использовали несколько раз в одном и том же JSON-е. В этом случае система, если она видит, что вот эти Source ID относятся к одному объекту, то есть, точнее говоря, объектам одного класса, то она, соответственно, не принимает, потому что происходит конфликт. Она считает, что разные данные пытаются присвоить одному и тому же объекту. То есть Source ID, он, в факте, всегда уникальный для каждой операции. То есть, например, если видно, слева вверху идет первая функция, это отправка электронной формы инцидента. И в данном случае возвращается идентификатор операции. То есть система принимает запрос от участника и говорит о том, что да, я этот запрос приняла. И дальше уже надо с помощью полученного идентификатора сделать еще запрос к системе и, собственно говоря, тогда можно узнать номер реквеста, который был запроса зарегистрирован в системе. То есть, поскольку система работает асинхронно, бывают большие нагрузки, когда большие крупные коммерческие организации вливают много инцидентов, которые у них накопились за какой-то период времени, то в этот период времени, может быть, информация будет только приниматься и по мере рассасывания очередей назначаться реквесты. То есть в этом случае надо, там, в документации описано, там, порядка пяти секунд подождать до следующего запроса. И тогда, собственно говоря, вернется номер инцидента. В принципе, при работе через API со своей финцерт соблюдается принцип Парета. То есть для того, чтобы, наверное, реализовать 80% потребности банков, достаточно 20% функций. В правом нижнем углу имеется функция Track Changes, это, собственно, функция для опроса. Получение новых сообщений, чтобы участники могли в непрерывном режиме сканировать систему и узнавать, есть ли новые сообщения. Но, тем не менее, я сейчас хочу продемонстрировать два примера. И я думаю, что они могут покрыть большинство запросов от банков. Задача номер один – это очень частый вопрос, который поступает. Это, собственно говоря, выгрузка фидов, о чем говорил Евгений. То есть реализуется это очень просто. То есть первая функция – это, собственно, надо авторизоваться, получить токен, длинную строчку со случайным набором чисел. И, собственно говоря, дальше можно вызывать функцию, меняя только… Сейчас тут написано account number в строке. То есть если мы поменяем hash-паспорт, NNN, hash-нилс, карт-намбер, то будут выдаваться новые данные. Причем фиды, они формируются в текстовом формате, разделены через запятую. То есть в принципе в дальнейшем очень легко их, как говорят, распарсить и положить свои базы данных, либо передать систему на обработки. То есть в принципе три шага, и мы можем скачать фиды. И очень многие участники, кстати, обращаются в том, что говорят, нам не хотим проходить весь чек-лист, нам нужно подключиться по API для того только, чтобы скачивать фиды. В том случае мы говорим, отлично. И, собственно говоря, вот таких очень много участников. Так, следующая задача, наверное, очень, не настолько сильно распространенная, но тоже поступает достаточно большое количество обращений, это, собственно говоря, задает вопрос, мы вам направляли данные, скажите, пожалуйста, что же мы вам направляли? То есть можете ли вы это выгрузить? То есть, к сожалению, у нас сейчас такого функционала нет. Но, тем не менее, банки, участники это могут сделать самостоятельно, используя API. Причем выполняется это, опять-таки, в несколько шагов, и это реализуется достаточно просто. То есть первый шаг – это получить список запросов, которые были направлены в Ассои. Возвращаются идентификаторы, как раз вот эти вот большие случайные числа, ассортированные по времени их направления в Ассои. Здесь, кстати, могу сразу сделать такое отступление в сторону и сказать, что, как можно говорить, лайфхак. То есть, чтобы человек не сидел и постоянно не пытался в личном кабинете проверять, поступил ли какой-то запрос по операции без согласия или нет, то, в принципе, можно, допустим, раз в час, в два часа выкачивать список, ну, по крайней мере, если бы у меня такая задача стояла, так поступил, выкачивать список запросов и смотреть на количество. То есть, если количество увеличилось, значит, у вас в личном кабинете появился новый запрос. То есть, либо кто-то от вашего имени направил в Ассои финцерт, тогда ответственный за взаимодействие может посмотреть и проанализировать, что же это было направлено за информация. Либо поступил запрос от финцерт, то есть, это раскручивается цепочка для формирования фидов. То есть, в этом случае, тогда пользователь, допустим, на почту приходит оповещение, он заходит в личный кабинет и вручную заполняет форму и отправляет ответ в финцерт. В этом случае минимизируется взаимодействие с системой, то есть, ручной труд минимизируется. То есть, если мы идем по нашей цепочке, то следующая функция, это вызывается для того, чтобы получить метод данной запроса. То есть, фактически, это название запроса, как он более-менее читаемое для человека, как он выглядит, int, ext, или еще что-то будет написано, и, собственно говоря, номер запроса, под каким он зарегистрирован в Ассой финцерт. То есть, это буквы будут английский рек, дальше год, месяц, день и порядковый номер запроса за текущий день. После того, как мы знаем номер запроса, мы можем вычитать сообщения, которые ассоциированы с этим запросом. На следующем слайде я приведу пример того, как это отображается в виде джессона и что с этим можно сделать. То есть, мы список сообщений, месседжес, которые ассоциированы с этим запросом. И дальше, собственно говоря, в каждом сообщении находятся аттачменты, так называемые вложения, которые содержат электронную форму инцидента. То есть, собственно говоря, та информация, которая была направлена в финцерт, либо, наоборот, получена из финцерта. То есть, таким образом, можно локально фактически выгрузить данные, которые были направлены к нам в ассо и финцерт. Дополнительно, ну, наверное, еще можно такую подсказочку сделать. Если вы перед этим работали через личный кабинет, то вы можете выгрузить данные и проанализировать, что же вы направляли. То есть, если вы обнаружите, что вы направляете всегда по одному тому же шаблону, то, в принципе, вот этот джессон можно сделать как шаблон и уже направлять через ту функцию, которая была в левом верхнем углу. Таким образом, можно и автоматизировать и отправку запросов в ассо и финцерт. Собственно говоря, на этом слайде я привожу джессон, который описывает так называемый месседж, сообщение, которое ассоциировано с запросом, и есть поле attachment. Собственно говоря, вот большое случайное число GUID, которое source, это вот поле source ID, которому можно выключить attachment. Далее, каким образом это можно обрабатывать? То есть, с точки зрения программирования задача достаточно простая. Надо перевести джессон в описание, если объектно-оритированный язык программирования, то в виде класса. То есть, есть даже в интернете бесплатные сайты, где набивается джессон и сгенерировать шаблон классов. Собственно говоря, можно скопировать себя в программу и дальше использовать. То есть, здесь получается исходный джессон, и как это выглядит на языке программирования C-sharp. И мы видим, что есть поле direction, которое показывает входящее или исходящее сообщение. Таким образом, по этому полю можно отсортировать и проанализировать, какие у вас были, что вы направляли в вас свой финсерт, и что вы получали от финсерта, какие сообщения. Ну и, собственно говоря, пример того, как это реализуется на языке программирования C-sharp. Реализуется фактически это в виде трех строчек кода. То есть, на современных языках программирования это очень просто. Но, конечно, простота это кажущаяся, потому что самое сложное, оно находится в преобразовании данных. То есть, это некий костыль, который позволяет снять остроту проблемы. То есть, выкачать фиды, собственно говоря, узнать запрос. То есть, допустим, к вам приедет, условно говоря, к нам едет ревизор, надо узнать, что мы же направляли в вас свой финсерт. Таким образом, это можно узнать. Но дальше можно развиваться и уже анализировать вот эти вот так называемые джессоны. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Спасибо, Дмитрий. На самом деле, Дмитрий тот человек, который непосредственно работает со своей руками, поэтому знает очень много лайфхаков, интересных вещей. Я посоветовал бы его там после мероприятия попытать. Он много всего расскажет, покажет, поделит своим опытом. Тут еще поступило несколько вопросов к Дмитрию. Когда появится пакетная обработка однотипных запросов со стороны участников? Или появится ли она вообще? В планах, конечно, имеется. Вот, но на текущий момент мы акцентируемся вот на второй очереди. То есть у нас есть, ну, к сожалению, или к счастью, мы идем по ГОСТу 34, то есть у нас есть техническое задание, в рамках которого мы реализуем функционал. Вот, и пока вот этого возможности не обсуждалось, и разработчики нам еще не показывали. То есть сейчас идет поэтапное разворачивание новых версий, так называемых билдов, версий правильного испечения на тестовых ресурсах в зоне опытной эксплуатации. И, собственно говоря, мы тоже смотрим, какие новые возможности появились в программном продукте. То есть что-то мы просим разработчиков улучшить и доработать. Поэтому, в принципе, обращайтесь к нам, то, что вам нужно. И это, как говорится, это будет очень для нас полезно и информативно. И мы постараемся учесть ваши пожелания. Да, на самом деле, коллеги, у вас есть возможность поучаствовать в создании третьей очереди ОСОИ. Соответственно, все ваши предложения, пожелания, все, что… На самом деле, если это будет рациональное предложение, пожелание, мы это с удовольствием рассмотрим. Даже, может, либо к вам приедем, либо вы к нам приедете, пообщаемся. Всю информацию можно присылать на почту info-sobaka-cbr.ru. Единственная просьба в теме письма написать, что там предложение по развитию ОСОИ. Вот, мы все это рассмотрим, и в любом случае будет дана вам обратная связь. Коллеги, давайте сейчас еще рассмотрим еще один вопрос, вопрос взаимодействия. Я хотел бы вам рассказать определенные моменты, которые, на мой взгляд, будут вам интересны. Вот, на самом деле, мы про это уже миллион раз говорили, много раз на встречах там, да, с подназорными организациями. Это было в СМИ, это было на разных форумах, конференциях, но почему-то есть до сих пор люди, которые про это не знают. Я хочу рассказать про сервисы FinCert, сервисы Банка России, которые фактически предоставляются бесплатно. То есть Банк России за это деньги не берет, но при этом существует достаточно большое количество коммерческих организаций, да, представленные коллеги, то, что мы у них перебиваем клиентов. Вот, но, как бы чудес не бывает, на самом деле, то, что предоставляет Банк России, эти сервисы, да, они фактически точно такие же, как предоставляются на платной основе. Поэтому, если нет возможности там заплатить, но есть желание, соответственно, бороться с фродом там и помочь своим клиентам, то милости просим. Первое направление деятельности – это борьба с мошенническими ресурсами. У разных организаций этот сервис, эта услуга называется по-разному, да, там, защита бренда там или тому подобное. Вот, в принципе, он и есть. Ничего нового там не изобретено, ничего нового там нету. Такое же общение с регистраторами, такое же общение с хостинг-провайдерами, такое же общение с прокуратурой и Роскомнадзором. Цифры, статистику уже коллеги давали, там больше 10 тысяч сайтов заблокировано нами, как в доменных зонах, которые относятся к компетенции Российской Федерации, так и в зонах, которые находятся иностранные юрисдиксы. Мы постоянно расширяем свои компетенции, мы стараемся общаться на международной арене с другими сервисами реагирования в других странах, поэтому мы этот сервис только расширяем. И мы готовы вам помочь в противодействии мошенничеству в этом направлении деятельности. Также, как уже коллеги говорили, пришлось немножко залезть в законотворчество, и, соответственно, мы сейчас… Я думаю, что в этом году, как уже сказал руководство, будет принят закон, который позволит Банку России осуществлять блокировки, точнее прекращение доступности ресурсов на территории Российской Федерации с использованием Роскомнадзора. Вот, соответственно, мы закроем то окошечко, которое мы не могли раньше охватить. Поэтому, коллеги, как бы милости просим, если есть такие желания, такие возможности, подобно направлять эту информацию, мы обязательно отработаем. Можно по осой, это для подназорных организаций, да, или тех участников, которые подключены к обмену. Для тех, кто к обмену не подключен, информацию направляйте на ядрес fincertsobaka.cbr.ru, вот, и, соответственно, мы эти ресурсы отработаем. Следующий сервис, да, который мы предоставляем, борьба с мошенническими номерами, с мошенническими звонками. Как бы, понятно, что операторов много, кредитных организаций много, у каждого там свои условия, там, свои какие-то предложения, свои какие-то платные услуги и тому подобное. Что в этой связи предлагает Банк России? Мы работаем с операторами практически со всеми, да, там большая четверка точно охвачена, и есть еще ряд региональных операторов. Вот, соответственно, мы имеем такую возможность по договоренности с ними, по договоренности с профильными министерствами и ведомствами, направлять им информацию о мошеннических номерах. Если этот номер не подмененный, то очень часто бывает, когда подназорные организации сами же присылают свой номер, который на подмену и просят его заблокировать. Вот, очень смешно выглядит. Вот, на самом деле, такую информацию присылают, если номер не измененный, то, соответственно, данный номер будет заблокирован. Что для этого нужно? Для этого нужно прислать нам информацию с номера, который звонил, информацию с номера, на который звонили. Желательно время и желательно какую-то еще фабулу, если она есть. Либо пересылать СВС-сообщение, которое вам приходится. Эта информация в таком виде передается операторам связи. Операторы связи эту информацию анализируют и принимают решение по заблокировать или не заблокировать данного абонента, который занимается мошенничеством. Кроме того, Банком России проделана огромная работа по поводу прекращения или усложнения мошенникам процедуру подмена номера. В чем заключается данная работа? Если подназорные организации помнят, что мы рассылали два письма по поводу того, что мы собирали у вас номера телефонов, которые используются только для входящей связи. То есть фактически что получается? Очень часто бывают телефоны в витрины, которые висят на сайте, и на которые клиенты ваших организаций очень часто звонят. Но при этом практически никогда или никогда с данных номеров сама кредитная организация не звонит своим клиентам. И очень часто вот эти вот витринные номера мошенники используют для подмены. Соответственно, по договоренности с операторами связи, Минсвязи и Роскомнадзором мы собрали подобные номера у наших подназорных организаций и всю эту информацию передали на блокировку. Соответственно, блокировка осуществляется, к сожалению, там у операторов связи есть примерно 30 дней, то есть какие-то операторы связи уже заблокировали, какие-то операторы связи только сейчас приступают к этому вопросу. Но в ближайшее время все те номера, которые вы нам передали, соответственно, они будут в стоп-листе. И также обращаю внимание, что сейчас мы фиксируем случай, когда нам из подназорных организаций поступают номера, которые фактически используются как для входящей, так и для исходящей связи. Сотрудники, которые занимались нам пересылкой этой информации, нам, они немножко напутали. Соответственно, если вы выявили такой номер, то, соответственно, нужно нам его направить официальным письмом, и мы, соответственно, его исключим из списка заблокированных номеров. И как вы уже, наверное, видели, слышали, когда обращались по подобным инцидентам, оператора связи по любой ситуации, связанной с заблокированными номерами, отправляют в Банк России Финцерт. Соответственно, можете обращаться с нами, мы вас проконсультируем, что, как, зачем делать. У нас была еще одна история, на самом деле, мы хотели усложнить звонки с номеров, которые используются кредитными, подназорными организациями для исходящей связи, но там появился ряд технических проблем, недопонимание между подназорными организациями, операторами связи, и пока этот вопрос немножко отошел на второй план. Соответственно, мы не можем сидеть на месте. Соответственно, мы приняли решение совместно с нашими коллегами из Минсвязи, Роскомнадзора и оператором связи, и в том числе там кредитные организации будут приглашены, особенно активные, для того, чтобы создать рабочую группу. Рабочая группа направлена как на создание мер по борьбе с подменой номеров и мошенническими звонками, так и инициирование изменений законодательства. Соответственно, в ближайшее время рабочая группа соберется, будет первое заседание, после того, как там обсудим ряд вопросов, я думаю, мы до особо активных подназорных организаций информации доведем. Следующий вопрос, давайте немножко поговорим про все-таки про 187-й федеральный закон. Все-таки Банк России в 187-м ФЗ упомянут, соответственно, что это значит для подназорных организаций. Это значит то, что вся информация по инцидентам должна направляться в два адреса. Направляется в Косцепку и направляется в Банк России. Это обязательно, это так должно быть. Но Банк России, опять же, заботится о своих подназорных, соответственно, у нас есть договоренные с НКЦКИ о том, что подназорные организации могут выбрать канал, по которому они будут информацию доводить. То есть, либо они эту информацию доводят напрямую в НКЦКИ и, соответственно, дублируют ее в Центральный банк. Ну, не дублируют, на самом деле, форматы немножко отличаются, потому что форматы, которые есть у Центрального банка, они немного шире. Как минимум, там есть платежная информация. Либо они выбирают канал взаимодействия через нас, соответственно, они отправляют информацию только в одну сторону, и дальше уже проблема Центрального банка, как эту информацию вовремя и срок довести до НКЦКИ. Вся платежная информация, вся информация, которая в НКЦКИ не нужна, она, соответственно, отрезается, и в НКЦКИ уходит только техническая информация. То есть, соответственно, мы тоже такой сервис предлагаем, и достаточно активно первое время подназорные организации к ним присоединялись, а потом как-то все сдулось. Коллеги, то есть, куда еще проще, один канал на получение и один канал, соответственно, на отправку информации. Мне кажется, ни один регулятор такие условия не предлагал никому. И опять же повторюсь, все это бесплатно, Центральный банк за это деньги не берет. Так что, если есть какие-то вопросы, на самом деле, мы всегда готовы ответить, всегда помочь, всегда подсказать. Редактор субтитров А.Семкин